Уралконтракт нефть. Свобода передвижения. Если ксеноновые фары не входят в комплектацию автомобиля, можно ли их установить? Не будет ли это нарушением? Самое главное при установке ксенона – это соответствие маркировки, соответствие ГОСТу. То есть, если будут установлены, независимо от того, было ли до этого установлено оно или нет, сертифицированный светительный прибор, который соответствует той лампе, которая используется в данном светительном приборе, нарушением это не будет являться. Тем не менее, как показывает практика, зачастую ставятся кустарным способом светительные приборы и лампы не соответствуют типу рассеивателя. Самим вообще ничего на автомобиль ставить нельзя. Это все относится к таким серьезным нарушениям. То есть, если вы сами что-то либо поставили, вас могут заставить это просто демонтировать. Это могут конфисковать, вплоть до лишения водительского права водителя, штрафы предусмотренные, снятие госномеров. Все это в последнее время очень серьезно к этому государству относится, поэтому не стоит этого делать. Во-первых, прежде чем показать круговое движение, необходимо начать с обычного перекрестка. На обычном перекрестке, если водитель поворачивает направо, налево или разворачивается, он должен занимать крайнее положение. То есть, водитель черного транспортного средства, прежде чем повернуть направо, он должен включить указатель соответствующего направления, потом смещается в крайнее правое положение. Водитель данного транспортного средства включает левый указатель и собирается повернуть налево, развернуться, смещается в крайнее положение. И потом сказано в правилах маневрирования, что водитель черного должен оказаться на крайней правой полосе. А водитель синего, если встречный есть, центр перекрестка, центр края проезжей части, он с крайне левого положения поворачивает налево на любую удобную полосу и разворачивается по любой удобной траектории. Так ведут себя водители на обычных перекрестках, где одно пересечение проезжих частей. Вот это общее правило маневрирования, оно не действует на перекрестках с круговым движением при въезде. Движение выезжать вот в этом месте, оно действует, это правило. То есть надо занимать крайнюю правую позицию и выезжать на крайнюю правую полосу. Я могу выехать вот здесь вот с кругового. Это значит, я должен занимать крайнюю правую позицию, выезжать на крайнюю правую полосу. Я могу выехать на круговом вот в этом месте. И в конце концов четвертое место, где я могу выехать. Поэтому вот по этим общим правилам маневрирования я должен оказаться в крайне правом положении, выезжать на крайнюю правую полосу. Это только потом разрешаются какие-то другие перестроения. Но при выезде везти именно так нужно, как мы показали. Вот это правило, оно не действует при въезде на круговые движения. То есть при въезде на круговые водитель не должен смещаться куда-то в крайнюю позицию, как мы это делаем на обычных перекрестках. Вот, въехать можно с любой полосы. Единственное, все-таки есть рекомендация. Если красный у нас движется по такой наикратчайшей траектории, движение направо будет выполнять или движение прямо, тогда ему лучше въезжать по крайней правой полосе. То есть я вот так вот покажу. Если водитель желтого собирается выполнить более длинные траектории, то есть это движение налево, как вот мы ездим у реквейна на гальянку, или собирается выполнить разворот на круговом, тогда ему лучше занять при въезде на круговое вот эту левую полосу. Но оба водителя, и красный, и желтый, поворачивают направо при въезде. У обоих водителей, как вы видите, выполняются правые повороты. После того, как вы правый поворот при въезде выполнили, указатели нужно выключить и продолжать движение по кольцу уже без включенных указателей поворотов. И сейчас у нас красный смещается в крайнее положение, выезжает, или, если он прямо движется, занимает крайнее положение, выезжает. Желтому нужно двигаться дальше, раз он у нас выполняет движение налево или разворот, ему придется двигаться по внутренней полосе и перестраиваться в крайнее положение необходимо. Как только вы оказались на пересечении проезжих частей перед выездом, то есть уже буквально последнее пересечение проезжает, вот здесь вот водитель желтого, убедившись, что никому не создает помех по соседней полосе, он перестраивается, чтобы занять вот как раз вот эту вот крайнюю позицию при выезде с кругового движения. То есть вот таким образом мы с вами должны выполнять маневрирование на круговом движении. Редактор субтитров А.Семкин